Здравствуйте! Это программа «Город С» и я Елена Чернявская. Накануне Нового года, как правило, принято загадывать желание строить планы на следующий год и читать гороскопы. Ну или сравнивать гороскоп на уходящий год с тем, что сбылось на самом деле. А можно ли верить гороскопам и прогнозам, способны ли звезды уберечь от неприятностей и какие данные нужны звездочёту, чтобы узнать ваше прошлое и будущее. Заглянуть в будущее и узнать, какие успехи принесёт 2022 год. Вот сегодня мы говорим об этом. Я представляю гостя в студии. Владлена Аминова, астролог-нумеролог. Здравствуйте, Владлена. Здравствуйте. И первый вопрос у меня. Как вы пришли, собственно, в астрологию и что вас связывает с нумерологией? Ну, астрология с нумерологией очень взаимосвязанная. То есть это взаимозменяющие, можно так сказать, взаимопомогающие области. И тяга к звёздам, тяга привела меня к занятию астрологией. Всегда слушала гороскопчики и в один день решила заняться этим самой. У вас всё-таки это хобби или профессия? Пока это является хобби, но я практикую достаточно удачно. Радуюсь тому, что я делаю. Помните ли вы, как вы составили свой первый гороскоп, чему он был посвящён или, может быть, кому? Избылся ли он? Свой первый гороскоп я больше даже не составила, а расписала, рассмотрела саму себя. Да, я достаточно часто ещё до занятий астрологией самостоятельно обращалась к этому и искала поддержки у звёзд. Да, у меня это работает. И у вас всё сбылось, то, что вы себе предсказали? Ну, хорошо. Скажите, пожалуйста, в каких всё-таки моментах астрология может помочь, а в каких она бессильна? Ну, конечно, помочь может с выбором пути, с развитием, рассмотрев, например, направление, да, как развивать ребёнка, куда пойти учиться, какие данные изначально и кем ты можешь работать, как ты можешь развить себя гармонично. И бессильна, конечно, астрология только в том случае, если вы вообще ничего не делаете и не выходите из дома. Иначе этого они всегда не развиваются. Скажите, ну, вот такой, наверное, распространённый вопрос, стоит ли верить гороскопам многочисленным, которым мы встречаем и в газетах, и в журналах, и на просторах интернета? Или если ты хочешь гороскоп, то нужно идти к специалисту, ну, вот к такому, как вы, к примеру, и заказать его индивидуально? Конечно, индивидуальный гороскоп, именно он расскажет о конкретных личностях. Конечно, только индивидуальный гороскоп. Когда мы говорим, допустим, что этот знак Козерог, как сейчас, например, Солнце в Козероге, мы рассчитываем это только по Солнцу. А индивидуальные планеты у каждого человека стоят по-разному. Почему? Потому что существует наука астрономии, и все планеты движутся с определённой скоростью, независимо от времени, и можно высчитать, где они были и когда они были, в каком знаке, в каком созвездии. То есть это наука. Но ведь гороскопы, наверное, также в СМИ, также составляют специалисты. Всё-таки стоит доверять? По Солнцу. То есть доверять всё-таки стоит, да? Да. Хорошо. Как нужно встречать 2022 год вот именно с точки зрения астрологии? Астрологии. С точки зрения астрологии, 22-й год у нас год чёрного тигра. Год чёрного водяного тигра, или как его называют? Голубого тигра. То есть тигр импульсивен, тигр капризен. Но предпочтительнее, конечно, отдать цветовой гамме. Это будет очень позитивно. Позитивно и правильно, да. Вот, кстати, зелёный цвет очень благодатен для тигра, цвет травы. Встречать нужно, допустим, в чёрном. Чёрный очень актуален в этом году. Все оттенки синего-голубого, пастельные оттенки, цвет дерева, то есть коричневые тона. Самое главное, чтобы это было не принято, не в полосочку. То есть вот это, конечно, запрещается. Хорошо. Что надеть вы сказали? Ну а что приготовить? Что приготовить тигр? Он хищник. Конечно, мясо и трава. То есть овощи и мясо – это самые те блюда, вот не во все годы можно приготовить мясо. В этот год мясо готовить обязательно. Ну хорошо. 2022 год – это три двойки. Очень символично. Скажите, пожалуйста, что говорит нумерология? Нумерология говорит нам о том, что три двойки. Три двойки нужно искать с партнёра, нужно искать взаимодействие. Двойка – это взаимодействие с партнёром, то есть это баланс, это компромисс, это диалог. Об этом говорит нам цифра 2, а их в цифре 2022 – 3. Общее число составляет 6. И шестёркой управляет у нас планета Венера, то есть планета гармонии, любви, финансов, кстати, и отношений. То есть важно прийти к диалогу, важно договориться. Давайте поговорим о знаках Зодиака. Я попрошу вас дать краткий обзор для каждого из них. Хорошо. Краткий обзор. Сначала я бы хотела зачитать прям общее, если можно, погоду. То есть на смену белому металлическому быку стабильному приходит год водяного тигра. И этот год несёт нам большие перемены. Эти перемены, то есть тигр открыт всему новому. И значит мир будет меняться. Год будет динамичным, год будет увлекательным, ставящим всё с ног на голову, но тем не менее запоминающимся. Он будет запоминающимся. Год несёт перемены, и к ним нужно быть готовыми. То есть нельзя придумать идею за 5 минут и воплотить её в жизнь. То есть нужно действовать быстро, нужно действовать конструктивно. То есть задержки быть не могут, потому что тигр очень быстр. Очень быстр. В этот год хорошо продолжать обучение, развивать навыки, строить отношения. То есть все романы будут страстные, но самое главное нужно помнить, чтобы они продолжались. Нужно брать на себя ответственность. Это первое. То есть стабильность за ответственностью. По здоровью. По здоровью этот год рекомендует обязательно вести активный образ жизни. Обязательно иметь более-менее умеренные нагрузки. И тогда организм будет в тонусе и будет укреплен. Скажем так. Ну и по знаком зодиака, наверное. Да, пожалуйста. Для овнов это время личного триумфа и достижений, смелых идей. Иногда это стоит сделать скрытно, но овны скрытно это делать не умеют. И поэтому об этом узнают все. Но успех досягаем. Тельцы. Для тельцов очень много удачных шансов. Самое главное их не упустить. Лень и нерасторопность могут сильно навредить. Для близнецов легкость и комфорт. Все будет в потоке жизни. И все будет происходить само собой. У близнецов сложится все само собой. Для раков, вероятно, трансформация. Вот для раков год будет несколько необычен. Потому что они вынуждены будут выйти из зоны комфорта и трансформироваться. Лев. Вот у льва возможен карьерный рост. И лев сможет реализовать свой потенциал. Конкуренция будет высокей, но шансы победить есть. Для дев год будет очень динамичным. Будет много встреч с новыми людьми. Возможно, девы встретят свою вторую половину. А также у дев возможно пополнение в семействе. Вот весам придется нелегко. Им придется воспитывать в себе характер. Научиться перестать метаться. И научиться брать на себя ответственность. И перестать ждать помощи окружающим. И тогда материальные блага придут к ним в конце года. Для скорпиона возможно смена окружения. Много людей останется в прошлом. И трансформация непременно произойдет с ними. И будет самосовершенствование. Для стрельцов очень динамичный период. И очень переменчивый. Но стрельцы так живут всегда. И поэтому им будет очень комфортно. Единственное, о чем им нужно позаботиться, это о здоровье. Козероги. Много работы. Много работы – это правильный выбор. Возможен быстрый взлет. Возможно вознаграждение. Возможно награды. Единственное, козероги – не забудьте оставить время на внимание к близким людям. Водолей. Водолеи – встреча единомышленников. Удачное время для начала любого проекта. И реализации именно в творчестве. Для рыб. Гороскоп говорит о том, что у рыб много планов. И им нужно направить свою энергию на их осуществление. Будьте настойчивы. И все получится. Спасибо большое. Я вот, слушая вас, делаю вывод, что все-таки для многих знаков зодиака прогноз более чем благоприятный. Однозначно. Да. Ну вот означает ли это, что от Нового года можно ждать и надеяться все-таки на какие-то позитивные моменты, но вот все-таки как избежать угроз и воспользоваться возможностями вот такого интересного 2022 года? Какие действия помогут получить вот все то желаемое, о чем вы сейчас говорили для каждого знака зодиака? Движение и активность помогут получить все это. Движение и активность. Что категорически нельзя делать в 2022 году? Ну, мне кажется, в этом нет запретов. В этом нет запретов. Мы можем делать все. Самое главное, умеренно и разумно. А как вы считаете, Новый год, вот именно встреча Нового года, большинство позиционирует этот праздник как семейный, домашний, уютный, провести его в кругу близких людей? Ну вот все-таки, может быть, есть какие-то астрологические советы, как встретить этот Новый год особенно, чтобы все задуманное получилось? И стоит ли загадывать желание на Новый год? Желание загадывать стоит всегда. На Новый год это стоит делать особенно, потому что, чтобы наши желания сбывались, первое, то, что они должны быть. И мы должны визуализировать их. То есть встреча Нового года, конечно, каждый решает сам, где встречать Новый год. И, конечно, каждый год это происходит у всех по-разному. Но, конечно, семейный круг это лучшее, самое лучшее время. Ну и все-таки загадывать желание подбой курантов? Загадывать желание подбой курантов обязательно. Ну, а я хотела бы сейчас попросить вас сделать небольшой прогноз для телеканала «Самара ГИС», что нам стоит ожидать в следующем 2022 году. Вот вы как нумеролог, вы сегодня пришли к нам в гости. Что вы видите? Что вы нам скажете хорошего? Ну, вот у телеканала «Самара ГИС», то есть я посчитала по буковкам, по циферкам. То есть исходила, конечно, я обратила внимание на вашу историю, когда основан ваш телеканал. То есть день первого выпуска телепередачи, да, то есть и на основе этих данных я сделала вам прогноз. Конечно, прогноз у вас более чем благоприятный. Это назначено движение вперед. Для вас это будет очень динамичный год. И так, как, например, 28 июля 2008 года, то есть солнце было в знаке лев. И по льву, конечно, карьерный взлет, конечно, карьерный взлет. То есть лев – это демонстрация. Я думаю, что все жители Самарской области оценят ваш клад, ваши интересные вещи. То есть ваш труд, освещение задач, проблем и, самое главное, достижения. То есть мы же говорим не только про ошибки, мы говорим еще и про успехи. И поэтому, то есть я думаю, что этот год для вас будет знаменателен. То есть и по солнцу, и по цифре 9, которые выходят в итоге цифр и букв. То есть она говорит, живите в удовольствие. Живите в удовольствие и получайте вознаграждение. Спасибо вам большое за такой благоприятный прогноз. Ну и в конце, а мы еще не прощаемся с вами, уважаемые телезрители, программа наша продолжится. Я хочу предоставить вам слово для пожеланий в этот замечательный день. Слово для пожеланий в замечательный день. Спасибо. То есть, ну что прежде всего, что я желаю? Я желаю всем здоровья, я желаю всем удачи, я желаю всем исполнения всех заветных желаний, чтобы жизнь ваша была благостна, чтобы вы любили друг друга, понимали друг друга. И тогда будет все во благо. Спасибо вам большое за ваши ценные советы, конечно, за гороскопы. Ну а мы продолжим наш эфир с главными символами Нового года. Не переключайтесь и посмотрим небольшой новогодний видеосюжет. Первая остановка Деда Мороза – театр «Самарская площадь». Каждый год зимний волшебник навещает здесь малышей с ограниченными возможностями здоровья. Такую традицию приглашать Деда Мороза к детям ввел губернатор Дмитрий Азаров, когда еще был мэром Самары. После поздравлений актеры театра дают новогоднее представление. В этом году из-за ограничений, связанных с пандемией, зал немного поредел, его можно заполнять только на 50%. На праздник попали 70 малышей, но организаторы надеются, что уже через год ситуация изменится в лучшую сторону. Нас принимают, нас любят в этом театре. И дети это ценят, и родители тоже это ценят. Это, вы знаете, это вера в добро, вера в лучшее. И самое главное, ребята получают удовольствие, когда приходят и встречаются с таким Дедом Морозом. И Дед Мороз – это самоочарование. Раз, два, три, елочка, гори! Зажег огни на зеленой красавице Дед Мороз и в Самарском театре кукол. Я желаю, чтобы у каждого человека на земле был дом большой, теплый, уютный, чтобы в этом доме всегда ждали. Главный зимний волшебник страны прибыл из Великого Устюга, чтобы посмотреть, как в городе на Средней Волге готовы к встрече Нового года. На сцене театра кукол Дед Мороз поздоровался с маленькими зрителями, детьми, сиротами, воспитанниками социальных учреждений и малышами из многодетных семей. Волшебник подарил ребятам сказку «Алиса в стране чудес». А сразу после представления каждый из 175 ребят получил сладкий подарок. Любому ребенку очень важно прийти на какое-то торжественное мероприятие, на елку, увидеть Дедушку Мороза, причем настоящего Дедушку Мороза. Мы очень рады в своем новом здании принимать такого замечательного Деда Мороза, которого знает вся страна, знает и любит. Затем Дед Мороз отправился на ретро-почту, чтобы забрать письма с желаниями, которые ему написали самарцы. Главный зимний волшебник заверил, что все мечты исполнятся, стоит только искренне поверить. До новогодних праздников остались считанные дни. Подготовка к нему идет полным ходом. Горожане наряжают елки, покупают подарки и, конечно, готовятся к встрече с Дедом Морозом и Снегурочкой. Но как же сами волшебники относятся к празднику? Любят ли Новый год? Ради чего работают? Я продолжаю программу с нашими гостями. Это Дед Мороз и Снегурочка. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Очень приятно вас видеть. Ну, во-первых, огромное вам спасибо, что сейчас в таком плотном графике вы нашли время и пришли к нам в студию поздравить всех зрителей телеканала «Самара ГИС». Ну и пообщаться, конечно, на новогоднюю тему. У вас уже новогоднее настроение? Конечно. Конечно, да. Уже середина декабря. Новогоднее настроение у нас. Уже мы празднуем с 19 декабря. Успешно. Дедушка Мороз, ну расскажите все-таки, какая ваша главная роль? Какая ваша миссия? Ну, Дедушка Мороз – это особый персонаж. Он несет добро детям. Именно ту сказку, которую дети хотят увидеть, он им как раз и преподносит. Снегурочка – главная помощница Дедушки Мороза. Действительно, главное, я в основном распоряжаюсь подарками, чтобы ни один ребенок не ушел без подарка, а то будут слезы. А зачем нам слезы? Это у праздника как раз. Поэтому я смотрю, чтобы каждый остался счастливым и довольным. Как вы проводите праздники для детей? Расскажите, пожалуйста, где вас можно увидеть, где вас можно встретить? Ну, в своем дворе, в микрорайоне, везде Дедушка Мороз найдет ребенка. Каждому Снегурочка подарит подарок. Ну, Дед Мороз приходит не только к деткам, но и к взрослым. Он ко всем придет, всех поздравит, всем вручит подарки. А у нас есть еще особый проект. Пожалуйста, расскажите. У нас проект называется «К нам идет Дед Мороз», и он проходит в Тосе-Мичуринском. И главный, кто нас, собственно, сподвиг на этот проект – это Сокур Наталья Владимировна. Это депутат внутригородского Ленинского района. И она вместе с Тосом-Мичуринским активно помогает нам нести добро детям, подарить им подарки, наряжать елки, украшать дворы, площадки. И поэтому мы с Дедом Морозом ходим по дворам, по маленьким-маленьким закоулочкам нашего района, и находим детишек, которые совершенно неожиданно увидят Деда Мороза. И там не просто проект. Соответственно, родители около этих елочек с детками фоткаются и отправляют свои фотографии непосредственно мне в Тос. А в ответ получают замечательный QR-код, по которому во время праздника и представления родители получают подарки. А мы в это время с детками поем песни, развлекаемся, читаем стихи. Ну, я смотрю, вы очень современные Дедушка Мороз и Снегурочка. Вы идете в ногу со временем, и даже есть у вас QR-код, но он очень праздничный и радостный. И это правильно, это здорово. Но вот скажите, Новый год-то пройдет, а подарки дарите будете продолжать, либо все это, к сожалению, до Нового года? Ну как же, подарки мы дали на протяжении всего года детям. И после Нового года, и до Нового года. И прекрасное настроение, которое мы принесли в новогодние праздники, должно сохраниться у вас на протяжении всего года. Дедушка Мороз, я имею в виду, что поучаствовать в этом проекте можно и после Нового года? Ну, проект у нас длится обычно, начиная с 19 декабря по 10 января. Непосредственно сам проект к нам идет Дед Мороз. То есть все новогодние праздники можно будет принять участие в этом проекте. Расскажите, пожалуйста, а вот где нужно разместить эту фотографию? Где можно найти еще информацию вот об этом проекте, если мы сегодня говорим о нем? Ну, жители микрорайона, именно ТОС Мичуринский, они знают прекрасно о том, что администрация выставляет елочки во дворах, мы их украшаем вместе с детками. Родители в этом принимают активное участие. С детками они пришли, сфотографировались, даже делают свои игрушки. Свою игрушку ребенок вешает на елке, и на фоне елочки с игрушечкой он делает красивую праздничную фотографию. Дедушка Мороз, ну вот вам обычно дети рассказывают стишок или танцуют танец. Скажите, а вот какое самое необычное выступление было для вас, ну вот по крайней мере, в эти новогодние праздники? А можно вспомнить и какие-то другие? Ну, детки обычно нам поют песни, рассказывают стихи, танцы. Но самое, наверное, интересное, это, конечно, когда нам дети на разных языках рассказывают стихотворения и исполняют песни. Это самое прекрасное такое разнообразие. Снегурочка, а какие самые необычные желания загадывали дети в последнее время? Ой, самые необычные? Ну, дети всегда есть дети, они все хотят игрушек, они все хотят праздника, подарков и елки. Ну, наверное, самое необычное, это был вертолет. Снегурочка, а вы точно настоящая? А вот можно мне посмотреть на вертолет? Я так хочу посмотреть на вертолет, он такой большой и красивый, а мне только игрушечный дарят. А можно нам подарок вот такой? Хочу посмотреть на вертолет. Что вот ответить? Конечно, придется смотреть. Совершить чудо? Да, только чудо нам и поможет посмотреть на вертолет. Это для меня было самое интересное, по крайней мере, за эти праздники. Дедушка, ну а вас кто-то из ребят не удивил особенно? Ну, детки, они правильно все просят чего-то, но самое, конечно, доброе, это они просят всем. Был такой ребенок удивительный, не себе просил, а просил для всех здоровья. Вот это самое прекрасное, что дети думают не только о себе, но и о близких, родных им людей. Скажите мне, пожалуйста, ну а у вас вот лично нет чувства потерянного праздника, когда вы работаете, а не отдыхаете сами в кругу своих близких, родных? Вы знаете, сказать, что это потерянное время, это совершенно неправильно. Это именно такое прекрасное, замечательное время, когда выходишь к людям, выходишь к маленьким деткам, к взрослым тоже деткам, и даришь им прекрасное настроение. Ты, как человек, оживляешь персонажа своего, и те довольны, и сказка ожила, и она пришла в дом, непосредственно к людям. Мне кажется, это прекрасное чувство, дарить людям праздник. Ну хорошо, праздник вы дарите, я согласна, и вот даже вы сегодня пришли в студию, и такое праздничное новогоднее настроение витает в воздухе. Но вот все-таки бывало, что детки вас боятся. Что вы тогда делаете? Детки в основном не хотят идти водить хоровод, что меня крайне разочаровывает, потому что мы-то стараемся. Но приходится брать все свои руки, аккуратненько подходить, спрашивать, а почему ты не водишь Деду Морозу хоровод? Аккуратно берешь за ручку, аккуратненько подходишь, говоришь, давай идем. Да все же прекрасно, праздник, Дед Мороз, подарки. И все, и сразу страх пропадает, и все мы в кругу вокруг елочки. Дедушка Мороз, а бывали ли у вас на ваших встречах с детьми действительно курьезные случаи, смешные, интересные? Расскажите, пожалуйста. Ой, даже так сходу и не припомнишь. Потому что всегда каждый праздник он проходит на подъеме, на бодрости, на позитиве, на радости. И детки тебя ждут, готовятся. И поэтому именно какого-то курьеза такого, да, к сожалению, деды не припомнят сейчас. Ну, хорошо, да, пожалуйста. Наверное, я могу рассказать, самое интересное, это взрослые детки, родители, бабушки, дедушки, которые говорят, а мы тоже подготовили и стих, и мы песню вам споем. И тоже хотим подарок, Дед Мороз. Поэтому они выходят к елочке, рассказывают стих, поют песни, просят сфотографироваться, что тоже очень радостно и помогает нам дальше работать в таком же темпе и приносит нам хорошее настроение. Дедушка Мороз дарит, такой современный Дедушка Мороз дарит только сладкие подарки, либо какие-то еще интересные для деток готовите в этом году. И вот это я все-таки к нестандартным ситуациям. Как вы с ними справляетесь? Вот Снегурочка рассказала про вертолет, а что у вас необычного такого просили, дедушка? Ой, внученька, ты прям меня вопросами прям ошарашила. Вкладить их своих прям роюсь-роюсь. Вертолет мы рассказали, да? Но путешествовать дети еще просят у нас эти. Мы, говорит, хотим увидеть красоту, той, которой нет в наших краях. Так что, дедушка, помоги нам спутешествовать в теплые, жаркие страны. Такое тоже бывает. Ну, а сами-то, как вы относитесь к Новому году, для вас это главный праздник. Сами-то вы верите в чудо? Конечно. Новый год – это праздник прекраснейший. Это праздник подведения итогов. Надежды на совершение прекрасного в будущем. Поэтому им надо жить, надо додарить любовь, тепло. Поэтому с Новым годом вас, наступающим! Вот как раз мы и подошли к поздравлениям с наступающим Новым годом. Конечно же, вы самый главный символ Нового года, Дед Мороз, Снегурочка. Поздравьте, пожалуйста, всех зрителей телеканала «Самаргиз». И что бы вы пожелали взрослым, ну и детям? Потому что не зря есть такая пословица «Сегодня дети, а завтра народ». Дорогие самарцы, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Новый год – это прекрасный праздник. Это праздник вечных ценностей. Праздник любви. Любви к ближнему. Любви к родному дому, к родному городу, к родной стране. Год этот, как я думаю, был непростым. Но мы с вами преодолели все. И впереди нас ждут только победы. Самара в этом году уходящим отметила 435-летний юбилей. С каждым годом она становится красивее, интереснее. Открываются новые парки у нас, скверы. А Ледниковый дворец – это вообще подарок к Новому году. Парк дружбы. А дружба – это то великое чувство, которое помогает нам быть сильнее, сплоченнее. Я желаю вам, мои дорогие, в Новый год мира и добра, ваши дома, семьи, благополучия, успеха. Будьте счастливы и здоровы. С Новым годом вас! С Новым годом! Спасибо большое, Дедушка Мороз. Дорогая Снегурочка, я присоединяюсь ко всем вашим словам. Спасибо вам большое. Что же, не буду вас больше задерживать. Идите, дальше поздравляйте деток и взрослых. Спасибо вам большое за то, что пришли к нам. Ну и спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Спасибо вам, наши уважаемые зрители телеканала «Самара ГИС», что весь год вы были с нами. Спасибо за ваше теплое участие, за ваши звонки. Ну а я хочу от себя лично пожелать только здоровья. А остальное все обязательно будет. С наступающим Новым годом! Всего хорошего! До свидания!